Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В частности, я в чате описывал, что есть один из таких приемов, так называемое «шествие». И вот сейчас, собственно, я хотел бы обсудить и озвучить предлагаемую дату, которая оказалась наиболее удобной для всех. Наверное, мне нужно сказать, какие неудобства есть при проведении, допустим, «шествия» 8 марта, как были некоторые предложения, и объяснить, что такое «шествие». Итак, уважаемые друзья, были предложения, правда, малочисленные, когда предлагалось провести именно акцию 8 марта в виде «шествия». Сейчас сначала хочу объяснить, что такое «шествие». «шествие», я надеюсь, вы видели, особенно ярко это было показано в Москве, когда протестующие шли по тротуарам в разные стороны, влево, вправо, около тех площадей, где Путин выставил заградительные отряды полиции, и фактически люди не имели доступа, чтобы пройти на тельные площади, где протестующие собирались проводить митинги. Тогда ими был избран очень такой интересный прием, который можно называть как «шествие». То есть пешеходы шли именно по тротуару, влево и вправо, и вы можете понаблюдать, как молодежь кричала «Путин вор», «Путин уходи», «Ты нам не царь», «Мы здесь власть». То есть разные лозунги озвучивались молодежью, они колоннами шли по тротуарам, как с одной стороны, так и с другой, и хором выкрикливают эти лозунги. Дело в том, что у полиции в этом случае нет законных оснований задерживать людей, потому что люди идут по тротуарам, не нарушают какие-то требования перемещению транспорта, не мешают пешеходам, они являются сами пешеходами, идут по тротуарам, и у полиции нет никаких юридических оснований задерживать людей или тем более забрасывать их в автозаки. И вот, собственно, в Москве так происходило, когда люди толпами шли по тротуарам, и это называется «шествие». Можно выходить с какими-то знаками отличительными, можно ходить с плакатами, но это был серьезный такой нажим на Путина, когда молодежь продемонстрировала, что если даже будут перекрыты площади, они найдут другие способы выражения своего протеста действиями властей. Вот представьте, что наши сторонники или протестующие, или недовольные действиями этой власти, люди просто идут по тротуару, и тысячи людей просто идут. Одни идут вперед, другие идут назад, и это происходит вдоль дороги, по тротуарам, как с одной стороны тротуара, так и с другой. Представляете, какое зрелище, когда люди идут и выкрикивают тельные требования к власти, идут по пешеходной дороге, не нарушают транспортные движения, и таким образом, по сути дела, проводятся несанкционированные митинги, которые юридически нет никаких оснований полиции остановить, преследовать. Более того, если они начинают выхватывать людей с тротуаров, они первую очередь, именно они нарушают закон, потому что каждый из вас, когда его привезут в полицию, скажет, я шел по тротуару, там было очень много людей, я не знаю, что они шли, я шел в том-то направлении, почему вы меня задержали? Какие у вас основания? Вот, собственно, наши сторонники предлагали на 8 марта провести шествие. Были две даты, которые в чате активно обсуждались. Небольшое количество людей предложило 8 марта, и основная часть озвучили, что лучше всего проводить митинг именно 22 марта. Поэтому я сначала хотел бы, прежде чем сказать, что да, действительно, 22 марта наиболее предпочтительное, озвучить аргументы тех, кто не согласен, почему нужно проводить 8 марта. Уважаемые друзья, я уже озвучивал свою позицию, что нам важно проводить реальные митинги, нам важно проводить реальные акции с серьезным количеством людей. Наши сторонники говорят, давайте выходить каждый день, давайте через день, давайте каждую неделю. Я скажу вам так, если на эти акции и митинги не будет собираться достаточное количество людей, и будет приходить очень мало людей, или более того, никого не будет, это приведет к тому, что идея акций и митингов будет дискредитирована. Ну как это, если там будет очень мало людей, следующие те, кто наши сторонники готовы выйти, они скажут, это никому не интересно, у нас нет сторонников и так далее, и так далее. Поэтому такие предложения, они в нашей ситуации нереальны. Более того, мы даже когда озвучивали о том, что необходимо провести митинг 27 февраля, мы почти три недели давали объявления. Я проводил множество эфиров, были выпущены видеоролики, плакаты, то есть была проделана огромная работа, чтобы мы организовали митинги 27 февраля в день съезда партии Нуратан. Были еще голоса, которые говорили, нужно проводить воскресенье и все прочее, забыв о том, что 27 февраля был съезд партии Нуратан, именно поэтому мы проводили 27 февраля, а не в какой-то любой другой день. А так получилось, что 27 действительно был рабочий день. Но это, извините, по-другому невозможно было организовать. Ну а тут до 8 марта фактически осталось три дня, из которых 7 числа на работе люди будут поздравлять женщин, потом 7-8 будет поздравлять своих близких, матерей, жен, сестер и так далее. То есть мы все отчетливо понимаем, что за три дня невозможно мобилизовать людей, тем более, что 8-го очень многие отмечают этот праздник в кругу семьи. И, собственно, именно поэтому мы решили, что 8 марта, в этот день, мы не сможем организовать ни шествия, ни какое-либо мероприятие, тем более времени было очень мало. А каждой акции или каждому митингу нужно тщательно готовиться, как минимум нужно две недели, в реальности до месяца. Здесь люди пишут, что вот вряд ли наши менты понимают, что такое противозаконно задерживать. Они все понимают. А если не понимают, в любом случае они будут нарушать закон. Эти нарушения нужно фиксировать, записывать. Затем начат судебные иски. Они все будут вынуждены оправдываться. Более того, судам будет очень сложно, но практически невероятно сложно, а может быть даже и невозможно, принять решение, что полицейский был прав, сдернул вас с пешеходной дороги, с ротуара. Понимаете? То есть у них не будет никаких законных оснований. И судья, поддержав такого полицейского, сам попадает в зону нарушения закона. И мы все это будем обнажать, показывать. Показывать будут правозащитные организации. Они, безусловно, зафиксируют все эти нарушения. За рубежом мы тоже это будем все показывать. И фактически, но султан Назарбаев и все его полицейские попадут в зону нарушения своих же законов. Вот здесь люди пишут, что 27-го вышли к офисам партии Нур-Атан, три человека, и задержали без всякого основания. Но, ребята, надо действовать. Вам надо было все это зафиксировать. Кто-то должен был снимать. Затем нужно было подать в суд. Вы же все эти действия не сделали. Нам как раз очень важно все эти действия сделать. Подать с жалобой, подать в суд, обратиться к правозащитным организациям, заполнить анкеты, предоставить доказательства. Это серьезная борьба. И здесь нужно подходить основательно. Именно их загонять в ситуацию, когда они нарушают закон, а не мы. Итак, собственно, вторая идея, она оказалась более правильной. Именно проведение митинга 22-го марта. Да, я в своем посте написал акции, но на самом деле мы говорим о митинге. Акции, потому что это смешивается акции и митинг. Собственно, сам процесс подготовки, проведения митинга, это сопровождается шествием, ну как бы акции. Вот я сейчас хотел бы подробнее остановиться на этом. 22-го марта – это очень удобный день. Это праздник по всей стране, когда народ будет гулять. Это национальный праздник. Будет гулять по всем площадям. Будут организованы концерты. То есть это праздничный выходной день. Именно такой день, который многие просили, чтобы мы организовывали митинги и акции. И вот представьте, что полиции очень сложно будет в этот день работать. Тем более, что мы не должны дать ни единого шанса, ни единого шанса полиции нас в чем-либо обвинить, даже в рамках тех законов, тех ограничений, которые существуют у нашего старенького-старенького шала. В прошлом году, вы помните, когда мы объявили просто акцию, 22-го марта выйти с голубыми шарами, вы помните, как полиция опозорилась, как власть опозорилась. Это то, что делала полиция, обошло все зарубежные СМИ. Когда полицейский подбегал и у детей отбирал именно голубые шары, оставлял белые или красные, мы видели плач детей, или люди шли с голубыми шарами, на которых были нанесены именно символики наше государство, и полиция выдергивала, забирала эти шары, это был вообще позор. А затем был большой позор, когда у Майгуль Садыковой они конфисковывали голубые шары как вещественные доказательства. Вы помните, когда я рассказывал своим французским юристам, адвокатам, они говорили, нет, нет, месье, вы шутите, такого не может быть, это невозможно. Когда я показывал им видео того, что на самом деле происходило, вы представляете, это было тяжелое молчание. Тяжелое молчание моих адвокатов, это люди, известные в этом мире адвокатском, очень известные. И все это сопровождалось тяжелым молчанием и недоумением. Им неудобно было говорить, что Шал не просто старый, а он, Аль-Джиган, сошел с ума. Мы здесь говорим, что мы проводим митинг 22 марта. Не имеет значения, что массовые гуляния разобьют на 21, 22, 22 число, это праздник. 22 числа, это выходной день. 22 числа будут концерты, и все прочее. И мы организовываем митинги, акцию 22 марта. Не имеет значения, что там власть будет делать 21, мы выходим 22 марта. Что мы предлагаем? Мы предлагаем на известные места, мы эти места обозначим. Мы ждем от вас помощи, чтобы вы эти места нам прислали. Мы, в принципе, их знаем, это каждый год дельные площади в каждом городе, но все-таки давайте уточнимся. Мы для каждого города определим маршруты, то есть площади, там, где люди собираются на эти так называемые массы гуляний. Гуляние будет происходить на этих площадях, там же концерты. И к этим площадям примыкают разные улицы, и поэтому по этим улицам могут идти безопасно сотни и тысячи людей и стягиваться к местам проведения массового митинга, где будет проходить массовое гуляние. Наши активисты предлагают следующее. Стягиваться по этим улицам, как пешеходы, собираться именно идти сотнями с голубыми шарами, с государственной символикой. Они продаются. Вообще у нас синий цвет это государственный цвет, правильно? У нас знамя, флаг наш синего цвета. Поэтому мы используем это обстоятельство. Мы предлагаем массовые шествия, идти колоннами, идти пешеходными линиями, отдельными группами, по тротуарам, и идти к этим местам, где мы будем проводить митинги, площадям, с голубыми шарами, с голубыми шарфами, в голубой куртке или одежде, в голубых джинсах, с государственной символикой, с нашими флагами, флажками, флагами. То есть все голубого и синего цвета. Но вы понимаете, как себя должна вести полиция. Они что, будут нашу государственную символику вырывать из рук? Будут вырывать голубые шары? Будут дергать с вас джинсы или куртки? Ну понятно, что это сразу будет прямое нарушение закона, они попадают под уголовную ответственность. И наши юристы по этому поводу дадут еще заключение. Друзья, вы помните, как было год назад? Год назад немало было людей с голубыми шарами. В этот раз мы не просто идем в голубой одежде, голубые шары. Вообще, ребята были в прошлом году с фантазией. Женщины шарфы одевали, голубые платки. Было очень много атрибутик, которые фактически символизировали наш государственный знак, символ. И в этом году мы предлагаем усилить нашу позицию. Не только сделать шествие, не только в голубой одежде, голубые шары, голубые знамена. Но в итоге собраться всем на площадях страны и реально организовать митинги. Митинги провести там, где мы проводим массовые гуляния. теперь мы от вас ждем тему, тему, что мы будем озвучивать, когда будем идти вдоль улицы, массовые, в виде массовых шествий, когда будем организовывать митинг. Но я хочу вас предупредить и о самой модели. Мы должны озвучивать какие-то лозунги, требования, которые полиция не может использовать, обвинить, что вот там экстремисты и там все прочее. Экономические требования, которые озвучивали матери. Еще какие-то требования, но не оскорбительные. Я в субботу говорил, что даже вот шал-кет, если кто-то не выдержит, будет кричать шал-кет-синди, это не имеет никакого значения, потому что шал-это пожилой человек, это как судья в Ахтау в деле Акберды просто написала, что обвинение следователей шал-кет, это ничего не значит, шал-эшал, шал-это пожилой человек, если просто говорить, если это касается вдруг Назарбаева, хотя они не говорили Назарбаев, шал-эшал, и все. Да, Назарбаев пожилой человек, он действительно шал, ничего здесь такого нет, каждый когда-нибудь становится шалом, пожилым человеком, в чем суть здесь оскорбления? То есть нам нужно озвучивать такие лозги, которые не дадут возможность завтра административному суду накладывать штраф и все прочее. То есть должно звучать так, чтобы суд был в тупике, полиция была в тупике, при этом мы все понимаем, кому предназначаются эти лозунги, и если эта власть начнет опять выдергивать людей с тротуаров, они будут выглядеть не только идиотами, попадут во все международные СМИ, но также нарушат законы самого Назарбаева. Итак, ребята, мы ждем от вас предложений, лозунги, требования. Мы уже озвучиваем, что 22-го числа время мы еще уточним, мы организовываем шествие к местам проведения митинга. Шествие это разные улицы, которые примыкают к этим площадям. От вас мы ждем информации по местам, где необходимо проводить митинги, от вас мы вас ждем коридоры, улицы до каждого города, мы сделаем плакаты, сделаем видео, и это все в течение этой недели будет организовано. От вас мы ждем деталей. Также мы ждем от вас тему лозунгов, тему митингов, как я озвучивал. Вот вопрос по пособию по поддержке матерей, тем много. Вот ближайший день-два мы ждем от вас предложение, не позднее буквально двух дней мы уже это публично озвучим. Сейчас я хотел бы слово передать Жанне Бота, чтобы она тоже изложила свое видение. Добрый вечер, чат-активист, рада всех приветствовать, надеюсь, меня хорошо слышно. Мы действительно засиделись без наших любимых голубых шариков, без наших любимых голубых цветов. Я думаю, что 22 марта цвет государственных символов будет актуален, тем более в праздничный день и на праздничных улицах, тем более тогда, когда Казахстан всеми силами на международной арене и нам с вами доказывают, что права человека соблюдаются и все у нас хорошо и замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насчет требований, конечно, надо будет определяться еще, потому что у нас в последнее время звучит очень много требований от многодетных матерей, вообще все самые социально незащищенные слои населения поднялись, откликнулись, много требований сейчас звучит и по кредитам, и по жилью, и по молодежи, и по многодетным семьям, такие требования звучат. Наша задача это все объединить и понять, с чем мы можем выйти. Но таких предложений много, да, я думаю, что мы в ближайшие два дня определимся. Главное, чтобы люди вышли именно в праздничный день, и мы могли как можно быстрее организовать наших сторонников. Я хотела вас просить приобщиться пока к небольшой акции, которую мы готовим. Дело в том, что в Европейском парламенте регулярно заслушивают доклады наших правозащитников, сенаторов, европейских депутатов о том, что в Казахстане не соблюдают права человека, о том, что эти права нарушаются постоянно, и что таким образом люди страдают, попадают под репрессии. Вот сегодня вы слышали очередные репрессии в отношении Алматы Жумагулова. Поэтому я хочу вас попросить приобщиться к акции, которую мы сейчас будем уже начали разворачивать на страницах Саматы Узаковой, 16-12. Прошу, чтобы вы все писали по тому адресу, который указан. Мы сейчас сюда дополнительно скинем эти адреса. Продолжение следует... 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Вот мы тоже пойдем и будем говорить, это наше право, мы можем выходить, оно записано конституционно и так далее. Мы можем идти хоть в какой одежде, шествовать по тротуару никому не запрещенному и выражать таким образом свои требования. Сейчас человек сказал, что нужен комплексный подход. Я согласна, я бы хотела добавить, что должны быть еще люди, которые точно, зная по каким улицам пройдет шествие, могли бы снять где-то вот издалека, может быть из окон каких-то и так далее, чтобы были нормальные картинки, чтобы были нормальные записи. Об этом тоже стоит позаботиться. Но мы ко всему этому, видимо, придем, еще будем обсуждать все эти детали. Но уже сейчас я прошу лидеров ячеек на это обратить внимание и подумать, кого можно вовлечь. Сейчас человек сказал, что нужен комплексный подход. Я согласна, я бы хотела добавить, что должны быть еще люди, которые точно, зная по каким улицам пройдет шествие, могли бы снять где-то вот издалека, может быть из окон каких-то и так далее, чтобы были нормальные картинки, чтобы были нормальные записи. Об этом тоже стоит позаботиться. Но мы ко всему этому, видимо, придем, еще будем обсуждать все эти детали. Но уже сейчас я прошу лидеров ячеек на это обратить внимание и подумать, кого можно вовлечь. Первые отзывы на наши плакаты. Вот поэтому я и прошу, чтобы вы обратились по тому почтовому адресу, который я скинула админ. И, пожалуйста, повторяйте этот адрес. Кто не успел, можете посмотреть на страницах аккаунта 16.12 и сама Тузаков. Там это будет все. Там уже это все опубликовано и там есть этот адрес. Поэтому лучше, конечно, писать обращение и говорить о том, что это откровенная ложь. Зато у нас подтвердилась информация о том, что в законопроект внесено предложение исследовать происхождение активов Путина и его союзника. Мы все знаем, что союзником Путина в первую очередь себя позиционируют Назарбаев и Лукашенко, и Назарбаев в большей степени, как обычно. Поэтому можно смело утверждать, что в этом случае активы Нурсултана Назарбаева тоже подвергнуты исследованиям. И со всех сторон будут давить на Назарбаева. Поэтому мы тоже смело можем свои акции продвигать, делать и так далее. Потому что сейчас Назарбаев в зоне пристального внимания, как со стороны Европейского Союза, так и со стороны Америки. Продолжение следует... Вопрос к нашим юристам. Я прошу Штаб отреагировать сейчас снова и с этим вопросом к юристам обратиться. Но уже сейчас можно сказать, что распространение роликов с Ютуба, канала 16-12. В законе точно нет такой ссылки, нет такой статьи, что за это могут привлечь, и что эта информация запрещенная. Поэтому это уже очевидная ложь. Другое дело, что нужно подобрать правильные формулировки, формулировки именно юридического толка и решить это. Я прошу нашу юридическую службу этим срочно заняться. Смотрите, с синим шаром больше 100 метров. В центре не пройдёшь, накроют. Я уверена, и вы все сами это знаете, что если вас будет много, то никто никого не накроет. Сначала будут очень долго согласовывать, что делать. Потом очень долго будут присматриваться, как это сделать. Потом очень долго будут опять согласовывать все эти как и что и почему. Потому что всё время народ будет прибывать. И поэтому я думаю, что для того, чтобы усложнить все эти мероприятия для режима, для властей, в каждом городе должно выйти максимально много людей. Почему вот шествие интересный вариант? Потому что тогда будет точно понятно, что люди идут с определённой целью. И мы наших сторонников можем поддержать друг друга, когда мы идём все вместе. Будет понятно, что это наши сторонники. И этих людей, так сказать, в праздничной толпе, которая будет на площадях и так далее, мы их не растеряем, мы их будем всех видеть, замечать и друг друга поддерживать. Поэтому задача как можно больше людей собрать на это шествие, как можно больше людей сплотить и идти все вместе. Да, у меня появился забавный пёс. Я даже не знаю, как его вытащить из помещения, в котором нахожусь. Поэтому он храпит, да, громко храпит и громко сейчас кушает, чавкает. Я за это прошу прощения. В следующий раз придумаю, куда его спрятать во время эфира. Давайте так. Для того, чтобы нам системно и правильно работать, надо вспомнить действительно всё, что было в прошлом году, на предыдущих акциях. Исследовать все ошибки. Я прошу этим заняться лидеров наших ячеек, других активистов. Пишите нам, пишите в личку и так далее. И проанализировать все возможные и невозможные действия полиции, властей, чиновников. Понятно, что они сейчас начнут какие-то против студентов, против госслужащих и так далее. Меры предпринимают. Мы всё это уже проходили. Но для того, чтобы нам эффективно подготовиться, надо оценить все эти вещи, систематизировать и принять решение, как мы будем это решать. Как мы будем на это реагировать, как мы можем это исправить. Здесь человек совершенно прав, потому что действительно шествие может привлечь очень много людей. Потому что это не на одном месте. Потому что люди будут ехать на автобусах, на автомобилях. Они будут останавливаться, присоединяться. Для того, чтобы присоединились, такое шествие должно привлекательным быть. Для того, чтобы люди захотели к вам присоединиться, мы должны быть позитивными, мы должны быть привлекательными, очень синими, с очень синими шарами, с очень синими кепками и так далее. Тогда огромное количество наших сторонников, которые не были вовлечены, которые не смогут, допустим, вовремя узнать об этом, они, увидев случайно на улице, могут присоединиться действительно. И, конечно, если будут присутствовать не только шары, а государственные флаги, это тоже может кого-то привлечь. И поэтому я думаю, что такие моменты можно продумать и сделать достаточно позитивным это шествие, достаточно привлекательным. Продолжение следует... ...канала 1612. Да, несмотря на то, что люди боятся, у нас сегодня уже больше 273 тысяч подписчиков. Мы всего за полторы недели набрали около 50 тысяч подписчиков. В сутки нас смотрят, в сутки, более 2 миллионов сторонников наших слушателей, подписчиков. Я хочу сказать, что мы исследовали ситуацию даже с российскими СМИ. И сегодня политическая повестка как никогда востребована в Казахстане. И поэтому все политические ролики, все политические новости очень хорошо смотрят. Не только на нашем канале, везде повсеместно такие просмотры высокие. Это говорит о том, что политикой интересуется не только чат-активист. Это говорит о том, что Казахстан сегодня активно погружен в политическую повестку. Это все способствует тому, что мы с вами продвигаем. Поэтому я больше чем уверена, на наши акции, на митинг, на шествия обязательно присоединятся люди. Когда они увидят, что это происходит, что это декларируют, что мы начали рекламу этого, естественно, большое количество участников будет в этот раз. Можно даже не сомневаться. Продолжение следует... Политической повестки не будет ослабевать интерес. Наоборот, он всегда будет нарастать. Если вы не заметили, то начиная с Нового года, мы практически ежедневно живем с новостями, когда кто-то вышел и что-то потребовал. Раньше для Казахстана это было немыслимо. И вообще, если вы заметили, если бы не ДВК, если бы не наши акции, я не знаю, о чем бы вообще говорили весь этот год в СМИ и так далее, мы весь этот год задавали политическую повестку. Мы весь ушедший год, я имею в виду с начала создания чата «Активист» с 1 февраля 2018 года, мы постоянно генерим политическую повестку, и всегда есть что писать об этом. Соответственно, мы этот потенциал нагрели, накопили, и сейчас он необратимо будет всё время расти, потому что с того момента, как мы начали активно озвучивать вопросы, активно требовать смены режима, ничего не меняется, всё только ухудшается, и люди это видят. Нам надо использовать все эти преимущества. Сейчас народ активно заинтересован в том, что происходит в стране. Мы, конечно, на наших каналах сейчас будем распространять это очень много, и будем включать рекламу для того, чтобы большинство людей охватить, охватить новую аудиторию, которая о нас не знает ещё. Понятно, что времени не очень много, поэтому вы все должны нам помогать с распространением этой идеи, и мы как можно быстрее должны прийти к единому согласию, чтобы мы уже в ближайшие пару дней точно знали, где идём, как идём, с чем идём, во сколько идём, в каких городах какие маршруты, и в каких городах конечная точка этих маршруток, что мы требуем. Я хочу сказать, что во всех городах, в смысле во многих странах, такие вещи приветствуются. Вот там вот я отвечаю сейчас аккаунту, который говорит о дудках и шумовых эффектах. На самом деле, да, все массовые акции протестов, массовые стихийные шествия и так далее, да, они сопровождаются. Это и есть момент позитива, это и есть момент привлечения внимания. Если в группе будут люди, которые смогут привлечь людей какими-то дополнительными звуками, а для этого надо подготовиться опять же, понять, с какими звуками можно идти, петь песни или какие-то инструменты использовать, значит, точно будет усиление внимания к этому процессу, обязательно обратят на вас внимание, услышат издалека и будут понимать, что это вот что-то происходит, обязательно будут интересоваться и присоединиться кто-то обязательно. Поэтому тоже хорошая идея, давайте тоже ее будем использовать. Что касается громкоговорителей, мы вот тоже в Кеве на акциях обнаружили, что существуют довольно простые микрофоны, компактные. Не обязательно иметь огромный мегафон в руках, который привлекает внимание, а просто компактный микрофон, который распространяет звук очень хорошо. Кроме того, есть всевозможные колонки, которые присоединяют к телефону, и через эти колонки точно так же можно транслировать любые песни, любые призывы и так далее. То есть я думаю, что это тоже можно при наличии определенного креатива и творческий подход включить, все это можно будет сделать. Субтитры сделал DimaTorzok до инсульта, до второго. Теперь он бедный в коме. Чем чаще мы обо всем этом говорим, тем хуже здоровье у нашего Елбасы. Ну я, конечно, не злой человек, я не желаю ему быстрой смерти или еще что-то, тем более, что мы очень хотим видеть его на скамье подсудимых. Но это точно, что все наши разговоры и все наши действия, и все, что мы сегодня и каждый день делаем, каждый день. Вы понимаете, что мы это делаем каждый день. Его приводят, конечно, его здоровье точит, потому что у него точно нет будущего, а у нас, у ДВК, у наших сторонников, у наших детей все впереди, поэтому мы все сделаем, чтобы это будущее было справедливым. Друзья, я хочу на этом с вами попрощаться. Напоминаю вам, что вот мы будем сейчас собирать подписи по Европарламенту, по депутатам Европарламента. И я напоминаю, что у нас все-таки есть хорошие новости и в Конгрессе США, и все равно в Европарламенте нам помогают. И нам обязательно нужно думать о том, как сделать нашу акцию позитивной, привлекательной, чтобы к ней присоединилось больше людей, и чтобы в итоге, когда мы придем на конечную точку, митинг 22 марта прошел эффективно. Всем всего хорошего, всем желаю успехов!